Реслание апостола Петра, 4 глава, 24. Итак, страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному создателю души своей, делая добро. Войдем в ту апостольскую обстановку. Первый век, первые общины, весь мир им враждебен. К евреям как-то привыкли, хоть и у них невидимый Бог и Его, но евреи известные люди, богатые, какое-то почтение богатое в Израиле. И вдруг религия рабов, бродячие какие-то проповедники, говорят о человеке, который римлянами был растр. Явно, что преступник, и они ему поклоняются, да и выдают за Бога его. Эти послания вылавлены, по ним определяли, кто писал. Вот особенно на эту тему хорошо говорит иусский философ, и смех Рифону, он доказывает, почему мы называемся христиане, почему собираемся на рассвете, почему ночью молимся. Вот как было. Их обвиняли в самых страшных грехах. Собираются ночью. А почему? Добрые люди ночами спят. Это воры только ходят разбойники, это воровской режим. Ночью они воруют, а днем спят. А проверь, спят или нет. А вы знаете, у них говорят жертву, кровь пьют. Кровь? Да они сами говорят. Арестовы христианины и говорят, вы когда бываете, у вас кровь пьют? Да. А какая кровь? Это не важно, кровь пьют. Пьют, значит, тот, кто не может сопротивляться. Кто? Младенец. Убивает детей, жертву приносит, пьют кровь. Это главное обвинение против христианского. А кровь-то христа в самом деле есть. И вот апостол Павел говорит. Сраждущее по воле Божией. Сраждущее это устаревшее выражение страдающее. От стенок отсловитесь. Нельзя так нахально вести себя в храме. Вы, старше, маленько наблюдайте за детьми. Видите, как дьявол ускушает? Пять минут проходят, они в оборах падают. Их выносят, трудно сидеть. Пять сквозняков. Батюшки нет, скадильного дыма нет. Они не могут. Это признаки явного беснования. Вы еще ничего не понимаете. Он стоять не может. Подпирает стенки. Он не по воле Божьей стражей, а по воле дьявола, который не дает ему обратиться в Божью с ревностью. Восемьдесят лет старушка стоит и никогда не сядет. Оставляю вам пример. Слово сказать, я уже прошлое разговаривал от скамейков, никто еще не услышал. Опять так же вынесли, не думайте доносить. Если вам нужно садиться, обрежьте их, не более как по метр восемьдесят, чтобы до середины не доставали, и пол храма поставьте, чтобы сидеть лицом сюда. Я не против, раз вы обезножены. Пожалуйста. Но лицом повернутые должны все быть полкают. там мощи святые находятся. Там находится пастор. Там жертва Христова. И на будущее не постигайте на то, что я вам сказал. Стражащие по воле Божией. А как узнать? И далее разъясняет апостол. Только бы не пострадал, кто как вор или злодей. Сегодня более восьмидесяти процентов сидящих век за воровство сидят, посягающие на чужое. Ну а я по воле Божией или нет? Запитаю. Но если как христианин. Вот определить себя, ты христианин или нет? А как я могу узнать? Очень просто. Как ты утро начинаешь? Повторяю. Самый главный шаг для юноши и девушки, не считая веры на Христа, это жених. Да если ты женишься на неверующие, не на члене в церкви, и она не обещает стать христианкой, у тебя веры-то никакой нет. Ты поправ заповедь прямую. Господь говорит, посылает, как ковец среди волков, для того, чтобы волков обратить в обед. Если ты выходишь замуж за неверующими, веры тебе никакой нет. И сама тебя не обманывает. Это один из главных признаков. С кем вы разговариваете с охотой? Как с верующими? Голова потуплена с верующими. Гляжу веселые, радостные бегают. Это признак того, что ты верстой человек. Как легко разгорается ненависть на все божественное, на замечание. А не страдают эти люди, когда делают замещание. Не называя фамилии, имени, он, это ко мне говорено, он страдает, страждущий, но не по воле Божией. А по воле Божьей христианин, да, вот сказали, не называя имени, а это обо мне. Какой я счастливый, могу исправиться. Для меня жизнь еще не закончена. Я живу на этой земле один раз. Да не будет того, чтобы я ушел неисправившимся. Я услышал, положил в уши, сердца на руки. Три меры муки стиха. Вот как верному Создателю. Когда Петр писал, люди считали, они не могли сделать того исследования, которое делаю я сегодня. Почему? Во-первых, не было техники. Во-вторых, не было еще всех посланий. У меня в руках полная Библия. И в полной Библии слово верный Создатель встречается только один раз. Я постоянно подчеркиваю. Словарь Петра, он напоминает чем-то словарь Солженицына. Новое слово образование, потоком идут. Да он Создатель, если вера, он и так верный. Он еще раз подчеркнул. Верный Создатель. Он знает, какие у меня силы. Он знает, что мне требуется. Деревья, земля, вода, воздух, облака, луна. Он все создал, он верный Создатель. Он не выбросил меня во тьму. Верный Создатель. Запомните это выражение. Наш Бог верный, что Бог верный, многие говорили, но что Создатель верный. Один раз во всей Библии. И далее. Как страздущие по воле Божией. Тоже один раз в Библии встречается. Это мне компьютерная техника помогает сказать. Это не за того никто не говорил. Они не могли этого знать. Потому что это невозможно знать. А я могу узнать в течение двух секунд. Создающие по воле Божией. А как по воле Божией? Ее волю-то Божией надо знать. Итак, нет воли Творца, чтобы кто-то погиб. Воля Творца та, чтобы все рожденные попали в рай. Запомните, хорошо. Все, что не попадает в разряд содействующего к небу, не по воле Божией. Только бы не пострадал кто как злодей. А я вот родился, и калека, я не слышу. Расплавляй Бога. Ты много худых слов не слышишь. А я родился слепым. Благословляй Бога. Это воля Божия, чтобы тебя таким сотворить. Ты не видишь весь этот явный разврат, гибель молодежи. Ты благословен будешь у Бога. Благословен Евну, который не погрешил рукою. И великую часть наследует он на небе. Даже этот человек, не давший потомство. А ты можешь дать духовное потомство, как тот Евна, который встретился Филиппу, и от него вся страна Африотская была заквашена. Ясно, что Петр был не академик. Многого не знал. Но я немало не сомневаюсь, что вот те слова, какие он говорит, Дух Святой полагал ему на сердце. Он не мог написать 14 посланий. Не мог войти в ту глубину Ветхого Завета, понять, что означает Агарь. Что означает гора в Аравии. Он не мог выразить, как Павел. Ну не мог. Он так и говорит, в посланиях Павла есть что-то неудобо-образумительное. Он сам признает. У Петра все удобо-образумительное. Нам это очень должно быть близко. Пророк Исаия 53,7 говорит, Христос страдал добровольно. Христос страдал добровольно. А если он страдал добровольно, Бог терпел и нам берел. Такое есть выражение. Хотя Бог не терпит. 1 Петра 3,17 Если угодно, моли Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Ну за злые, понятно, лодок, сажают, суды. А за добрые? За добрые сказал, обличил, помогал. Ложные обвинения. Мало ли что бывает в жизни. Лучше за добрые дела. А за добрые дела начинают протестовать. Да я невиновен, да я что сделал, да я крайний. Слова-то какие идут. Да ты благодари Бога. Ты эти слова говоришь, как неверующие. А если не справедливо обвинять, то благословенные и блаженные вы у Бога. Ио 6,14 Страждущим должно быть сожаление. Парализованные лежат. Фиурнов. К ним должно быть сожаление. Семьи взять на свое обеспечение. Беспокоиться о них. Должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха. Вот тогда должно быть сожаление. А если оставил страх безбожий, да по делам. Тебя Бог через это переплавляет и исправляет. Солом 68, 31, 33 Буду славить его в песне. И Богу будет это благом. Благоугоднее Богу, нежели телец с рогами и с копытами. Увеет от нас страждущие и возрадует. Значит, чтобы страждущих возрадовать, нужно петь. Буду петь и страждущие, которые болеют, они любят когда песнопение. Как это? А вот все в тюрьме сидят. И обычно, если попадает важный человек, то старается его освободить. Делает заговоры, подкопы, подкупы. Посмотрите, Чечня. Как там орудуют боевики. А в тюрьме в Чечне сидят боевики пойманные, и никого ни разу еще не освободили. Тюрьма так тщательно охраняется. А там все бы сделали. Они доллары меряют не тысячами, а кубометрами. Вот сколько у них денег. Показывают в кино. И однако ни разу, ни одной попытки освободить из тюрьмы никого не было. Почему? Рядом воинские шристики. Все погибнут и не освободить. А освободить можно. Они не знают только где. Я знаю. У меня ключ есть. Деяние апостола, 16 глава. А в полночь Павел и Сила воспевали Бога. И Бог потряс темницу. И уны раскрылись. И стражник, начальник тюрьмы, схватил меч, хотел себя за кого-то. То есть застрелиться по сегодняшнему-то. И что? В эту же ночь пленен был стражник все семейства и приняли крещение. Златовут говорит, это был Стефан, о котором считали. Никого я не крестил, семейство Стефана. Почему? Никого больше верующих нет. Павел Апостол. Он имел полное право крестить. Но он старался не трогать. Чтобы никто не сказал, что во имя его были крещены. Тут никого больше нет, поэтому он крестил. Вынужденное крещение. А сегодня все. Ты крещен? Нет, пойдем я тебя покрещу. Все по кузову. Бог послал меня благорестовать. И они благорестовали, воспевали песнопения. Какие песнопения? Вот если бы содержание тех песен было. Я думаю, примерно те песни, которые у нас поют по воскресным дням. Понятные. И узники слушали, а непонятно, что бы они слушали. И ангелы, конечно, слушали. И потряслась темница. И запоры все отлетели. Никакая сигнализация не поможет. И света нет. А когда это было в последний раз? Я не могу сказать, только знаю, что апостол Петр испытал эту радость. Одного человека охраняет 16 человек в двух сторон цепи. И цепи на руках у стражников. И эти солдаты спят в камере вместе с ним. И у дверей. И в наружной двери железные ворота охраняют. 16 человек одного охраняют. Сохранили они его? Кто читал Евангелие, кто читал Деяния апостола, знает. Восемь пришел ангел. Он усыпил всех. И спали цепи. Он вывел его. Ворота сами отворились. Вот чего не хватает сегодня. А дальше его будут искать. Петр скрылся. Он спрашивает по воле Божьей день. Каждый задает себе вопрос. Когда я был спрашивающим, когда я спрадал по воле Божьей? Не за свои проступки, не за свое скудоумие, не за свою невнимательность. Поставьте себе эту задачу. Тогда смысл этой проповеди достигнет желаемого. Ведь многие страдали и коммунисты. Многие партизаны стреляли. Многие борющиеся за независимую самостоятельную Украину, Россию боролись. Вот этот клиент Нюрден. А они страдали. Но не за слово Божие. Не за благовестие, не за Христа. А за свободу Родины. Хорошие люди. Я не осуждаю ни коммунистов, ни кого в их роде. Как они думали. Они хотели дать свободу народу. Счастливую жизнь. Конечно, ничего они этого не достигали. Ни одного обещания не выполнили. Но однако так. Вы внимательно смотрите, чем люди сегодня страждают. Страдают. Фанаты на футбольных полях страдают, убивают друг друга. Только сегодня передали, как шведские покорили. Самая свободная страна. Страдают люди, если неизвестно, с чем автор закончит роман. И вот женщина. Видимо, не имя Иоанна. Слово сказать, не могу понять, почему Иоанна не коммунизирована, когда она была со Христом. Она написала про волшебника молодого. Его имя даже не хочу произносить здесь. И она вошла в число самых богатых людей мира. Уже за книгу получила более миллиарда долларов. Миллиард долларов это 40 тонн золота. Один килограмм золота сегодня 637 тысяч стоит. И она пишет про молодого волшебника. Я ни одной строчки не читал, хотя по радио услышал. И вот сейчас последний ее тон выходит. Предупредили. В 12 часов ночи в Америке, в Англии будут продавать. Люди в очереди давятся. И многие говорят, если узнаем в конце книги, а все говорят, сначала концовку посмотрим. Если главный герой погиб, наложим на себя руки. Полное беснование. Все знают, такого не было. Она выдумывает сидеть, ведьма. Одержимая демоном. Демон ей нашептал, я ни грамма не сомневаюсь. Это весь мир погрузился во тьму. Было страстное ожидание пришествия Спасителя, когда должно было явиться Христу. Весь мир замер, ожидали. И тьма сгустела. И вот сегодня точно так же. Люди ждут избавителя, какого-то волшебника. А кто? Тот, который огонь будет с неба не взводить. Это подготовка к Антихристу. Это не просто книги пишут. Это по заказу самого дьявола Вильзеула. Вчера только передали. Речь идет о сотнях миллионах людей полностью помешанных. Жизнь своя ничто не стоит, если выдуманный колдун погибнет. Вот так люди будут любить Антихриста. Семиглава змея. Будьте внимательны, что вы слышите. И скажите, за это время, сколько распространили того в Златоустов? До единицы. Быть может, ажиотаж был по произведениям Достоевского, Солженицына, Гоголя, Пушкина. Ничуть не бывало. Хотя труды стоят, их продают вон в гукеинетических магазинах. Они никому не нужны. Ни листок, никто. Люди стоят за колдунами. За колдунами. Зачем? Должен прийти и надо подготовку сделать. Чтобы люди жаждали чудо. Акронизировали, это, конечно, лучше уже воспринимается. Мало того, гляжу, люди ваши, дети ходят с надписями с этими, с этого колдуна. Вы что, совсем ничего не видите? Вы не думайте так, он надел рубашку, сбросил, теперь ничего нет. Нет. Дьявол свое возьмет. Он свое товро поставит. Страждащие не по воле Божией. Слушайте внимательно. Псалом 101. Легко запоминать. 101. Молитва страждущего. Вот хотите знать, как молиться? Придите еще раз, вы прочитаете 101-й псалом. Страждущие по воле Божией. Исаия 29.19. И страждущие. Все более и более будут радоваться о Господе. Обеспеченные люди. Будут терпеть наказание от Бога. А у страждущие будут радоваться. Каждый день приближает меня, встреча к моим Господом. Лука 6.18. Многие будут страждущие от нечистых духов. Страждущие. И у них желания никакого нет. Что-то узнать, помолиться. Они как одержимые. Даже имея книги на руках, хорошие, они ничего не читают. Вы думаете, бум какой-то особый, как на мобильный телефон, а сегодня на Библии? Ничего не бывало. Я зашел в церковную лавку, Библии стоят. Разные выпуски. И с иллюстрациями. И краткие. И для детей. И для взрослых. Она не Библия, а пересказ Библии. И карманные Библии. И сколько я не стоял, какие-то брошюрки, ладом покупать Библию, ни один не купил. Миллиардное состояние на Библии не наживешь. А миллиарды людей на земле Библии не считали. Иакхов 5.13. А что делать, если вот такое страдание идет? Он говорит, сглос, проразит ли кто? Пусть молится. Рецепт очень простой. Притом дешевый. Ну не спите, вставайте раньше. Я потерял некоторых людей, которым позвонил слишком рано, в 7.6 утра. Они обиделись, меня с постели подняли. Сраждущие по воле Божией, ради Бога я советую, ради Христа, сделали мне замечание, как я буду благодарить. Не могу идти, да ползу. Такое в житиях святых есть. И когда он попал, а какие боли в животе были, протери. И вдруг видит Голгофа, висят разбойники, и Христос одному разбойнику, покаяшему, говорит, сойди, коснись ему. Он в храм стремится. Это никто не видит. А все видят, он как каракатится, как жужелка ползется. И тот разбойник коснулся его, и он встал на ноги. Вот что описывается в житиях. Можем и не верить в это, но мы верим в чудо Божие. Бог может и силен послать святых и ангелов, чтобы исцелить нас. Евреям 13.30. Помните узников. Как бы и сами были в узах. Всегда молитесь за тех, которые в Китае, в других странах, христиане, заключенные в узах. И страждущих, как и сами, находитесь в теле. А вот представь, что сегодня бы лежал, болел, не мог подняться, переломанный, попал в аварию. Ну, каждый день передают. Вот сегодня, говорят, на повороте туристы ехали, опросилась машина в горах. Люди борются за чистую экологию, чтобы отходы атомного производства не заводили в ангарские. Сегодня ночью напали на них. Напали, около 15 человек, одного убили, всех разгромили, лежат. Это сегодняшняя передача только. Те не по воле Божией стражут и эти. Но если молиться, будешь. А вот если попал ты как не христианин. Теперь что? Благодари Бога, начни, Господи. Благодарю Тебя, что преступления мои кончились. Благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Услышь молитву мою, дай мне веру. И от этого момента, чтобы страдал я за имя Твое. Если Ты будешь там свидетельствовать, постепенно люди забудут, кто Ты был. Что в тюрьме Тебе Господь явился. И Тебе много насмешек на Твою голову упадет. А потом начнут говорить о Тебе, как о настоящем христианине. У Тебя такое свидетельство откроется. Да, я был наркоман. Да, я разбойник. Но я услышал Слово Господне. И теперь я раб рабов буду для всех. В Новом Завете слово страдать встречается 71 раз. И какая точность. И страдать за Христа определенно. Надо просить этого Бога. Люди страдают часто за свои грехи. Страждущие. Еще 149 раз. Прямое указание. Продать за Христа. Я пытался узнать, где по воле Христа страдают. И не мог. Не хватило недели все места посмотреть. Какие блаженные эти люди. И те, кто мучил их, умерли. И кого мучили. А теперь учится какая? Каждого. Деяние 9.16. Господь коснулся сердца Сарла и сразу сказал ему. Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое. Может, в день нашего обращения к крещению тоже было сказано, записано. Сколько нам придется пострадать? Не обретать бы крест свой. Яков 5.17.10. Пример злострадания, долготерпения. Возьмите пророков. Читайте Библию. Посмотрите, как они страдали. Их убивали. Пример злострадания. Как переносили, получили награду, не отступили. Возьмите и апостолов добавим. Которые говорили, не молчали по монастырям. А говорили именем Господним. Зачем бы Яков это говорил? А сказал бы в Библии пример всех, которые вышли от мира и молчали. Этого нет. А которые от мира страдали. Которые бросали в рот зря из дуков Иеремию. Которого прописали перед передачей вой. 1 Петра 2.19. Угодно Богу, если кто страдает несправедливо. Это очень непростые заповеди. Несправедливо в первую очередь хочется доказать. Ты мне замечание сделал. Это несправедливо. Я не такая. А ты сам вот. И покажешь еще у головы какие-то откручиваются гайки. Да несправедливо, когда же тебе награду дают, милая душа. Несправедливо. Прославляю Бога за такую участь. Ты никогда это не считал разве? Да несправедливо же. Нас исправедливо бьют за проступки. Какая награда за то? Это и любой язычник понимает. В первом послании Петра в одном. Он упоминает о страдании в 15 раз. Я больше нигде ни у одного святого не нашел, кто бы говорил о страданиях. Почему? Вопрос сразу. Думаю, потому что он видел страдания христиан. Сам много страдал. И поэтому поддерживал тех, которые в таких же обстоятельствах находились. 1 Петра 4.11. 1. Как христианин если пострадал тое из нас плотью, то вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плоти перестает грешить. Вот еще какая награда. Вот ты страдаешь, а не до греха. Если желудок-то болит, так не до выпивки будет. Все. Римлянам 8.17. Если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Высощайшая награда. А когда? Когда несправедливо. А попытайтесь сделать, как делали монахи. Давай сегодня вот этого брата будем обвинять. Пришли к авиагафону. И мы узнали, что ты пустослов. Ты говоришь, а ни одного слова в обиду не проверял. Заплакал. Да, такой я и есть. Отошли, братья, смотри. От него ни одного слова плохого нет. А с татывор. Опять плачет. Решили обвинить его в немонашеском грехе. Блуд. Он еще горше плачет. И только с одним грехом не согласился. Подошли и говорят, а мы узнали, ты иритик. Вытер слезы. Нет, братья, ни разу. Да как же, какой ты блудник. Ты же женщины даже в глаза-то не видал. А все равно мечтал. Было. А кто посмотрит на разделение, уже прелюбодействовал. Я время тратил напрасно. Он во всем признался. Значит, нам пример показан. Восемнадцать временам. Ибо время, временное страдание, ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Серафим Харовский придумал, братья сказали, что вся комната, как говорится, червями наполнена. И все черви на тебя устремились бы, в глаза, в руки, во все члены, и все до одного прогрызали бы насквозь. Ну и немножко его погрызли, всего сто лет. Возлюбленное стоило потерпеть ради Царства Небесного. Знаете, какими простыми примерами показывали. Мы это видеть должны. Второе Коринфянам 1,57. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается и Христово утешение в нас, если мы участвуем в страданиях Его. Второе Коринфянам 4,17. Ибо коррельно легкое страдание производит в нас в безмерном преизбытке вечную славу. Даже измерить нельзя, это ради Господа делаешь. И страдая, говорю, Господи, прости меня, что у меня болезни, я их сам нажил. И будешь прославлять, и повернется все в другое русло. Коринфянам 1,24. Радуйтесь в страданиях моих за вас. Я в тюрьме. И благодарю Бога, что я в тюрьме. Это я за вас. Потому что вы на мягких постелях спите. Второе Коринфянам 1,5. Я страдаю ради Царствия Божия. Второе Тимофея 1,8. Страдай с благовестием Божиим. Бери, Евангелие. Тебя буду над позорить. Второе Тимофея 1,12. И страдая-то, я не стыжусь. Второе Тимофея 2,8-9. За благовествование страдайте. К Евреям 10,32. Они выдержали великий подвиг страдания. Будет ли это сказано о нас? Евреям 11,25. А Моисей лучше захотел страдать народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Откровение 16,4. Когда люди, не знающие Бога, будут страдать, они будут пулить во рта. И будут язвы на теле людей. Никто не знает, что такое. Сегодня думает так, что когда будут поставлены чипы, внезапно все отключит Господь, и будут нарыры на людей, на людей страшные. И чтобы этого с нами не случилось, сегодня настроимся на то, Господи, страдающие по воле Божией, да предадут жизнь Твоей полностью в руки верного нашего Создателя Иисуса Христа. Аминь.